Всем привет! Сегодня на нашем выпуске Котл играет на этом герое Найн. Всем приятного просмотра! Последнее время мы вас просто заваливаем контентом, и эта игра не исключение. Лучшая игра, всем привет, которую только можно найти на котле. Вот я думаю, что вы лучше, ну прям не найдете. Вот ищите, ищите, но на хайве раги точно нет катки сочнее. Очень много киллов, нереальные просто тайминги, и самое главное, Найн это тот игрок, который в официальных играх пикает в команде Tundra Gaming, к себе пикал, по крайней мере, котла в мид. Да и сейчас, я думаю, они будут подпикивать его, потому что герой очень жесткий, и очень много дает команде. А с Плаховым мы попозже поговорим. Вот тут контроль рун со старта. Будет много фишечек еще в этом ролике от Найна, поэтому следите внимательно. Все, будем разбирать. Ну и обязательно подпишитесь на наши социальные сети, на группу ВКонтакте, в частности. Ссылочка на нее будет в описании к этому ролику, чтобы не терять с нами связь, чтобы оставаться на связи. Обязательно проверьте свою подписку на нашу группу. Что может быть приятнее, чем победа в зарубе 1х1 на миду? Правильно, заслуженный скин за победу. И сделать ты это можешь только в новом режиме на эпик лут в мид баттл. Попадаешь кайлом и получаешь за это один из миллионов призов. Попытки можно получать раз в час бесплатно. Но это не все, ведь перейдя по ссылке в закрепленном комментарии, ты получаешь специальный ZXC Battle Pass совершенно бесплатно, а не за 700 рублей. Просто пройди 60 квестов и получи вот эти плечи на эсэфа за 20к рублей, или легендарный ДК Хуб, а за каждые 15 уровней случайную аркану. Используй наш промокод и получи 15% к балансу, а также свою дополнительную попытку в мид баттле. Ну что же, гипер овелайт, он же Коттл, противостояние против инвокера в миду. Я думаю, комфортная линия будет для Коттла, сложно придумать линию, которую Коттл стоять не может. Может быть в какой-то Лины будет проблематично, вот, но, не знаю, найдет точки соприкосновения с Линой, будет просто на дистанции отпушивать пачку. Заметь, подтыкал рейнджа, милишники не стали бить рейнджа, почему? Ну, либо инвокер гений, он переагрил на себя милишников, чтобы они вообще тычку не дали, хватило бы одной тычки от милишного крипа. Получается инвокер гений, все-таки. Ну да. Хорошо сыграл. На первых пачках сложно, конечно, будет восхитить Коттлу, но Коттл ждет третьего уровня. Третий уровень и забейте, инвокер будет постоянным просажен, и я очень надеюсь, что она не покажет, как грамотно в доту играть. На Котле, ну он точно покажет. Он такие чудеса в официалках творил, буквально позавчера или дня три назад, не помню точно, он играл на Котле Медовом против, по-моему, команды Team Secret. Он закончил игру с счетом 10-1-15, что-то около того было. Вот, то есть в паблике он вообще разносит. 60% винрейт у него на этом герое, это очень много. В целом, раз уж затронули, можно пока что пробежаться по кнопочкам его, по способностям. Да, да, поговорим про обилки, и хочу заметить еще один момент перед обилками, то что у него маленький Кэм заблочен. То есть все понимают то, что Найн на Котле это фарм-машина, ему банят маленький Кэм, который он просто за первый скилл убивает. Собственно, первый скилл заряжается 3 секунды, чем больше заряжается, тем больше урона. Вот недавно был баф, то что не 5 секунд в сумме, а 3 секунды. Зарядка первого идет. Продуваете, продуваете героев, можете стакать, при этом скилл дает вижен, небольшой обзор по области. Можно варды таким образом чекать, можно 2 компа сразу стакать этим скиллом. В общем-то, классный скилл, и подключенным мультимейтом он еще хилит сверху. Обалденная билка, основная билка котла. Ну и раз он прокачал 3, то и к третьему сразу же. Обратимся, кд 12 секунд, чакра, даете получается ману, 340 маны на последнем уровне, и снижаете перезарядку на 6 секунд на последнем левеле. Соответственно, 3, 4, 5, 6 секунд срезается на всех кнопках, кроме ультимативных. Соответственно, котл это просто мечта любого тиммейта в команде. Постоянно заливающий ману, откатывающий способности. Вот сразу обрати внимание, у него в команде воид, у которого будет 2 таймболка, второй скилл будет откачан тоже. Магнус, шоквейв, эскьюверы, ну и раста, это вообще офигенный пример. Хекс и сетка будут там фактически без кд. Ну и, как раз очевидно, под котла очень много мидеров по типу шторма, эмбер спирита, воид спирита. Которые фармят стаки, которые делает котл, которые получают ману и у них обилки с маленьким кд. В общем-то, котл от сильных игроков это просто находка. На нашем канале так тем более, мы почти в каждом ролике вспоминаем про этого персонажа. Да герой эмба, герой просто эмба. Постоянно заметь дропает корону, чтобы эмману себе залить, да, чтобы на уменьшенное количество было под потоку больше залитой эманы. Она фиксирована дается, а не в процентах. И руна также подбирается с таким же успехом. Теперь по остальным кнопкам. То есть первое и третье уже довольно-таки интересные. Второй скилл, Солобайнд, он кидается на врага, на крипа. И враг под этот способностью, чем больше двигается, тем быстрее замедление сильное проходит по нему. То есть за каждое перемещение герой сильнее замедляется. Слушай, а он не просолит его? Не, пришлось отпустить, потому что инвокер очень грамотно замансил. По итогу не фулл урон прошел от первого скилла. Ну, по барабану у него снова есть первый скилл. И он снова пушит пачку. Безостановочно, заметьте, он это делает. После того, как чакра у него в двойку. То есть мана не кончается. И уже пятый уровень на котле. Солобайнд еще снижает резист к магии, что немаловажно. Уменьшение сопротивления до 34%. Если сейчас попадет, то инвокер умер. И на ход кидает. Ой, хорошо. Просолил его. Казалось бы, как котл инвокера в миде одолеть. А инвокер без эмэса. Инвокер такой герой, у которого 285. То есть очень просто на котле играть против дровки, если вы оффлейн, либо саппорт котл. Стоите со своим оффлейнером. Против медузы какой-то вы почти всегда попадаете. Потому что просто у героя мало эмэса. Да и кто ботинок покупает на первые деньги? Это очень... Да, на инвокере ты хочешь мидас себе купить как можно быстрее. Обычно на инвокерах так всегда делают. Ну, может быть, вот против котла стоит задуматься о чем-то другом. Другой билд. Сразу реализовал ультимейт свой? Про билд. Как раз мы поговорили про вторую способность. Поговорим теперь про ультимейт. Под ультой, во-первых, вы получаете эмэс в процентах больше. На 25% на последнем левеле. То есть очень быстро бегаете. Помогает вам фармить эта кнопка, потому что вы быстрее перемещаетесь. Убежать. В целом позицию хорошую занять. Ультимейт также дает бонус к дальности заклинаний. На первом уровне 125. На последнем 3075. Ух, как хорошо. Вот прям чувствуется это дальность заклинаний. Ты прям вспышку изжаешь чуть подальше. Вот. И лечение от первого скилла проходит. То есть если вы ультимейт нажали и нажали первый скилл, то вы еще похилите себя, команду крипов. С каким-нибудь ченом. У него армия каленая, крипов. А вы взяли и подхилили. Кайфом. Ну и естественно ультимейт добавляет новую способность. Еще одну. Которая отталкивает вражеских героев. Накладывает промахи. То есть враги с физическим уроном. Фантом, Коврейс Кинг. Они будут очень часто миссовать. На ранних стадиях. То есть это вообще инба. Потому что. Там я думал 70%. Но шанс промаха 40%. Потому что 70% с талантом будет талант, если у котла на 10 уровне. И опять же вы чакрой откатываете себе и этот скилл, который отталкивает тоже. Мало опций, да, у котла? Поэтому у него еще есть загоним. Очень много. Плюс, посмотри, ты можешь на котле на медовом даже купить ту же самую быструю мекку. И просто собраться. Вот это классно будет работать, если у вас фастпушпик. Ты просто покупаешь мекку и в ультимейте и с меккой твою команду просто невозможно пробить. Это прикольно, да. Нету столько урона у врагов на такой ранней минуте, чтобы вас возможно было пробить. Вы просто идете и пушите. Ну и, соответственно, раз ты сказал про мекку, можно сразу же сделать вывод, что можно взять еще хулилокет себе, да. Это будет актуально, в принципе, и на медовом котле, если, опять же, у вас какой-то жадный пик. А вы хотите просто усилить своих бестмастеров, да, вот под беста, под чена какого-нибудь, под активного керри, темпларка, может быть, урса. Ну, которые набирают темп, а потом уже активничают. Которые сильны в моменте. Вот, аганин добавляет к котлу виллу висп, вспышка, постоянно притягивает к шарику, ну, аганин брать, ну, только на сапике. Вот, и шард добавляет способность рекол, то есть вы можете призывать к себе врагов, если они не получают урон, они к вам телепортируются. Тоже отличная макроигра, особенно с травелами. Тепнулись куда-то, призвали кого-то, супер. Можно прям красоту делать. Так, пошла задувка, заметьте, он постоянно из-за этого... Пышку, чтобы натолкнуть на первый скилл. И под ультой, под ультой, он не вынужден кастовать этот скилл на месте. Да, вот сейчас он двигался, то есть под ультой вы своим духом кастуете. Все супер понятно, супер просто, пошла новая задувочка. Еще и маленький кэмп профармил, еще и активку законтролит. Ну, это просто обалденный герой. Это контент. Сейчас можно в топ мувнуться под остаток формы, потом в мид тпшнуться. Под аркейн руна еще. Парни, готов тут файдиться с вами. Подбайте на войти, что он как-то неудачно подбатил, но тут стаки. Далее инфу, видимо, это что тут стаки. Бам! Как хорошо прошлось. Хочешь самый вкусный килл. Не хочет убивать саппортов, хочет забрать Марса. Заходит в туман войны, чтобы не было видно его задувку. Всегда старается задувать из-за кустов. Ну, либо пока возглава с ним. Да. Немножко выходит сразу же, не знает, видимо, что арена нет. Ну, мы-то знаем. Он ждал ультимейт. Он ждал ультимейт, чтобы если что вспышку заюзать. А ты не уйдешь от котла. Он очень быстрый, и вспышки толкает еще на тебя. Анрил убежать на такой стадии. Ну, только начало ролика, и я уже хочу поиграть на котле. Посмотрите, что он творит. Офигеть. Была бы чакра, он бы уже повторно задувал. Он просто уничтожает карту. Он умер. А ну-ка, а может этого тоже? Замедло? Не успел. Вижен пропал. Нормально. Очень чувствуется дальность применения способностей под ультимейтом. Заметь, он не нажимал под конец ульты первый скилл. Потому что если бы он поставил бы духа с первым скиллом, то когда ультимейт закончился, он бы его отменил. Это вот такая особенность работы. То есть под конец ульты не юзайте первый скилл, ждите пока ульта закончится. На последних там буквально трех секундах. Догон на девятой минуте, кстати. Офигеть. Что он творит? Триплкил на девятой минуте. Так, а я хочу тайминг тревелов еще чекнуть. Получается, у тревела получились не супер ранние. Не на седьмой минуте, на 7.30. Но я видел игрок, где он на шестой минуте тревелась и покупает. Ну такой же дагон очень быстро получился. Ты бы лучше послал на твоем дагонку. Да, девятая минута, кайф. Дагон дагон. Иди сюда. Заметил особенность, дагон не грейдит на котле. То есть его оставляют в единицу и грейдит, а я опять дропаю. Дагон заливает себе ману, потому что в дагоне есть артефактный интеллект, который дает ману. Он так больше регенится. По 400 регенится даже. От третьего скила. Медвышка еще упала, потому что он убил всех. Просто от крипов и от змеек. Великое то, что ульт немножко кд. У котла 8 килов. Привет, дота. Дота не перестает удивлять. Будет вспышка на первый спел. И догоничь. Детак, это 9 килов. Снова продувочная, снова через нейтральных крипов. Блин, вот он знаешь. И пивко не наливай, он получает нереальное удовольствие. Так, чё, какая, да, уже летит на 11-й минуте? Ну, ладно, мы на самом деле говорим такие тайминги. Это понятно, что начало 12-й уже минуты. Но все равно приятно осознавать, что в 11-й минуте Кая Дагон тревелла у котла. Сюда. Половину столба оторвал. И Дагон сейчас забоет. На ВК играет его тиммейт. Из его команды, из тундры. А еще по рангам врагов. Бресткинг 34-й. Пуг на 20-й. Марс 30-го тира, он 100-й ранг. То есть у игроков под 11 тысяч рейтинга, и он их жарит. А нетворс какой у него? А нетворс у него всего лишь 7-800 на 12-й минуте. Всего лишь, подумаешь. 8 тысяч когда-то должно было быть гораздо меньше. Обычный мидер имеет 6 тысяч максимум. Максимум, да. Да, вообще, 5-5 тысяч, это вот хорошо к 10-й. Это прям хорошо. Нормально. Растиман и забил, кнопки откатил. Сейчас мид пачку пропушит. Что ты хотел? Так, пошел в байт. Утиммейт неплохо зашел от... Где Марс? Марса не стало. 30-й тир Марса. Понимаешь, он сейчас... Вот почему он Кая себе купил? Потому что она дает урон от заглинаний. То есть ты бустишь и догон, и свой первый скилл. А просто загореть в догон, ты бустишь догон. То есть урон примерно такой же, но ты в целом растешь по артефактам. И Кая в Этериал можно загореть. Поэтому догон, первый левел, это то, что нужно. То есть не нужно его выкачивать прям на максимум. Кая будет профитнее. Особенно как сейчас Этериал собирается. Это вообще, это лютейший баф котла. Не через игол сонок за 2700, который ничего не дает, а через каю и гост. Ты успел? Успел? Да. Ууу, это было красиво. Что там по скорости передвижения? 12-й минуте, почему у него 503? Ну, у Тиммейт бустит. Ну, это понятно. Действительно, как бы хостой бегает. Слишком рано для таких быстрых эммсов. Уже хочется чекнуть урон на этой минуте. Интересно, есть ли какой-то ресурс, в котором можно чекать урон на конкретной минуте? Офигеть. По 2000 урона просто вливает споркастов. Так, жалко, КД первые. Рановато, как будто отпустил первый скилл. У него еще нейтралка, которая дает усиление уронового способностей. Кайф. Приложил смотки, более удобно. Не берется талант, заметь, докачивай эту ульту. И второй скилл. Талант на эммс, либо на промахи от скилла, который появляется с ультимейта. Так, прикатили бугну и добили. Хорошо. Вообще, очень приятно сейчас быть тиммейтами котла, потому что вся карта свободная. Магнус просто покачался на свободной линии. Котл пришел, еще и помог. Брэдс Кинга убить. Опять, спот через спот. И опять лошадь как-то криво стоит. Да, слушаю. Как это... Как это работает, в общем? Интересно. Знаешь, ты мне напомнил о земле, которая фейкова показывает, что он в другую сторону катится? Ой, я лейт перелет на пятнадцатую минуту. Ты их высушила просто. Вы тут, ребят. Кстати, по поводу котла. Вот раньше покупали нулики, потому что они давали урон от заклинаний, да? В процентах. Они, в принципе, сейчас дают? Нет, они сейчас не дают. Больше не увеличивают урону способность. Ну, все-то да. Нулики просто не нужны. Чтобы забрать пачку грибов, нужно первый скилл нажать и в ульте в спуску. Когда пачка грибов умирает. Пугну не добили. Блин, бард руинит на самом деле. Пугну один из лучших героев, но из котла. До тех пор, пока котл не купит себе линзу и ульту не покачает, чтобы дальность была настолько большая. Пошел лобус от Фрескинга. Сейчас залию себе снова ману. Будут все кнопки отходят в виде марса. Он забывал оказывать. Очень хорошо позиционку. Да, позиционка просто шикарная в драке. По-троим. Грибов стелла. Ну, возможно, это просто баг-липлей и оверхайпинг, как-то. Может быть. Аввоката, подожди, без ультимейта. Вспышки не было. Ладно, не важно. Он просто не смог двигаться. Еблейд замедляет, это Рилблейд. Второй скилл замедляет. Это Рилблейд усиливает урон, плюс это нюк. Волшебство. Офигеть. Еще и дота подкручивает тут. 11800. Почти каждый герой хочет, чтобы у него этот нетворс был на 20-й минуте. У него нетворс этот на 17-й. И он не собирается останавливаться. Кстати. Плевать. Может, кстати, мог мане ману залить растя. Смотри, опять, да, скорее всего, баклиплеер, да, все-таки, мне кажется. Да. Похоже на то. Они пытаются драться, они пытаются. Они не тянут, они вроде как играют, но он нажимает в одного, подталкивает другого. Пугном лёд через... Через ноль. Линза Кайя и Блэйд привела 800 голды сверху. И все это 18-й минуту. О, ты умер, браток. Что-то он как-то отпустил. Но быстро отпустил. Уже. Это если что, у героя с худа. Пошло колдовство. Да, только там, что МС-527, как бы. Если я немножко подхилил. Расти нужно было 5 маны залить. Он на себе спилы откатывается, конечно, круто, но один разочек можно и саппорту без маны дать. Кинут. Порегенил себя. Сказано, Расти играет Джейдж на смурфе. Меркл. В 18-05. Жалко, он не догоняет немножко минуту по левелу. Но по фрагам все нормально. По фрагам все догоняет. Сейчас надо один сделать, чтобы никакой душный Владимир в комментариях не написал. Мы опять неправильно время считаете. Так, пошел прокаст. Ой-ой-ой. Имокера, он хотел в хрону затолкнуть. Немножко не получилось. Так, милокер. Здорово. Ты куда ж ты? Хватило. Нормально. У него вспышка есть всегда. Очень хорошо вспышку и зайдет. Но опыта. Постоянно она наталкивает героев. Ну, когда линза и ультимейт левел 3, проблем с вспышкой не возникает, потому что у нас километра кастуется. Вот буквально там с километра. 325, 375 от ульты и 225 с линзы. То есть, дальность применения на 600 больше, чем у обычного героя. Или котла без ульты вкачанной в 3 и линзы. Не фарми, дай докачать. Спасибо. Хочется просто актерин на 20-е еще. Потом пришлось ему тэпаться с дракой в мире. Все видит. Какой фарик на капле. Это Марс очень плотный герой, плюс фудом. И все равно он будет процентов 70 точно хп, он у него просто снёрз. А теперь перезарядка из-за актерина снижается на все кнопки. Сложно даже, да, представить. Ну, короче, встроенная аркейн руна. Посмотрим, что будет сейчас. 20 кило в 20 минут. Там еще ассистов. Увидим ли мы 30 кило в 30 минут. Как ты считаешь? Ну, если все так будет продолжаться, то да, наверное. Мне больше интересно, это сколько за него дадут сейчас голды, если его заберут. Ну, когда у тебя 15700 нетворса на 20-й минуте, а не казуальные 10, то думаю, это тут много со стрих-20 еще сверху. Я думаю, что точно больше, чем полторы тысячи. Да, думаю, под покосырям. Но... Хотел бы я проспойлерить тебе. Но не буду. Так, атлант на 15-м уровне взял себя. Ну, блин, что это за? Тлан на 4 секунды перезарядки чакры. Акторин снижает на 25% и... Талант есть. Чакра кдшится 6 секунд. Это вообще ужас. Кд практически нет. Кстати, неплохая арена. Не котла, не запасили. Ой, на гронах. Только бежали на котла все, но молодец. Бой, лично сыграл. Забайчина получилась. Успел с крышкой нажать. Спасите! 550 МС. Как догнать вообще? Значит, пройдет под хилл еще. Оникс, первый скилл. А что он отпускает его? Он дэв отпускает как-то рано. Хорошо толкнул. Потому что магнус вывез. Подкорректировал направление. Заранее понимал, что магнус ошибся. Вы, конечно, можете покупать все, что угодно. Любые артефакты. Вот он понял, что сейчас уже блинки у врагов. Они добираются легко до него. И БКБшка это просто на верочку. То есть по-рофлил, по-рофлил. И теперь нужно купить айтем, который поможет ему не страдать сильно. Там от героев, от пугны, от сифонов, от станов, от арены. БКБшка прям хорошо. А, так ультимейт у него, по сути. У него ультимейт сейчас без КД. У него даже с запасом ультимейт работает. То есть длительность 55, а перезарядка 48,8. Интересно. Той вот геройчик. В результате будет работать, а уже откатилась. Что еще можно на котле взять? Ну, можно по классике Дагон проградить, да? На самом деле, не ошибка будет взять на такой саде, а гоним, если у врагов мало БКБшек. Да лоооо! Забайтил просто на иллюзию. Он на Марсе, представь его ощущения. Он думает, ну вот, он сдохнет на котле. Наконец-то он нашли, сейчас трик заберут. же вот это tilt и от ланта двадцать пятом есть еще оглушение от вспышки то есть не просто миссы и отталкивание и урон так еще и будет микро стан по всем либо урона 1 180 лечения чуть-чуть украли хватило даст еще нажал немножко отойдет дал дарил всему этаж не успел подхилить вон вязкий таит на километр кастует километра как меня даст был к дну снова замедление пошло беги обои тарелом добить было бы вот три кила как он бежит навыка бегом отсюда супер котл гоняет просто всех по карте сало и подведи пошел заряд и мой хороший р.п. должны были очень сцеплять и возможно убивать успел выбрать была видна анимация первый отверил он переложил на чуть не выразил его вообще герой уже всегда под пятьсот пятьсот месса бегает бред какой-то варды очень хорошие хочу отменить то что саппорт этот молодцы он на котле может кастовать с радиусу там полторы тысячи буквально но ты не можешь оставать на такую большую дистанцию из-за линзы и ульты если не видишь врагов особенно ночью но не всегда очень плотные вижу стоит эти код он тоже может покупать варды и дальность постановки вардов зависит от применения заклинаний здесь есть у вас линза и коту под лютой он также с километра ставит вас отмечает обычные герои на рубике удобно ставить варды игрок из команды а шаров депнулся кстати но у него не было глифа поэтому вы кому дать тычку просто покрепу пока башку нужно переложить но он на кураже уже забыл о том что него вообще бкб есть может это злую шутку с ним сыграть казалось не добили тиммейта он решил догоним было съедить по делах открыл как как снайпер ультует так он на это со процентов бак с конем потому что он постоянно кастуется да 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 но было бы забавно если такая фишка существовала в реально и полетел вот если у вас проблемы с пушем линии на герой в лиге пушит по году может не драться он может просто качаться бесконечно забирать вообще все на карте но я попрошу заметить что увой да он вообще не отбирал кача вводя кстати маленький на творчество что он подман за то что будет дерется он понимает что на котлу помогает котл керри в этой карте и мурон нормально насколько же быстро он добрался сюда он вообще сделал темп на другую линию враги попытались напасть потому что увидели этот телепорт и думают но и заяцом кости пару секунд прошло он просто как за счет и месса 500 я добрался моментально не маквин коник скинг тут и тут же задувает хотел забрали не понял поэтому растил 25 килов нужно угнался минуты по телам может блин купить но новая цель пока вы жмешь чтобы его от не дышил давай еще пару флагов вот он будет нормально будет до кончик гранит блин кстати крутая шмотка еще на котле особенно братики герой как марс он прыгнул ставит арену хочет припить а ты просто выпрыгнул и целом еще больше позиции дают hex можно взять если вы прям инноватор то какая-нибудь шива с блинком красный блин каши его на котле если вдруг иллюзионисты я думаю котл рано может дойти до этих предметов и полу играть будет супер неприятно задувка вспышка красный блинк шива то все ограничивается вашей фантазии на саппорте покупая саппортские шмотки можно и угрыжены блинк на аркейн блин который быстрее 1 скил касается хотя и за аркейн блин к 1 скил касается полторы секунды только ради этого брать да ему просто до красным линкой отлично подходит потому что у него во первых из основного было всегда много хп высокий уровень 3000 хп аркейн красный блин добавит еще очень много плотности а убежать всегда успею как бы прирожденный бегать всегда остается целом и невредим не получает на vision демонстрирует как перескил много вижу на дает подняли в патче vision давно еще подняли патчи подняли перескил патч вот 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 а что же еще можно купить можно купить авторы тревола и доминатор если у вас так много денег это пойти на доминатор и блэй чтобы немножко был раз там и тут и другие ты магии много враги играют такое ощущение что они не проигрывают и не так бегут решили поймать ой он поздно нажал был бы инвокер под ним спу а и макеру под ним просто не было видимо пусто есть вспышка оттолкнул хорошо подставил магнуса сюда рома люди оставил если что в каком-то войду пусть по форме какой-то он возьмет урон или все-таки стан нужно нажимать я думаю в этой игре нужно урон взять стан тоже очень ты пашки заводить он подтолкнул на магнуса у трассы гения там герой уже улетал магнус не успевал до него добежать ему подолкнул просто на сквер магнуса и ты пашку сбили время сушить трусы как говорится 29012 медовый порог как бы он ребята такое а что несет себе закон последний лаву ему лаву 4 лаву 5 будет лево то он не взял обратно взялся бюро он на end of the google слишком хорош пишет его же тиммейт но найт знаешь еще чем славится те что он всегда на говнище каком-то играет такой плюс-минус популярная говнище the best rider на фури он но у него он первый начал на просто не пикать ледовую верну именно просто не фаблики на отмискаем официал как за гиписе очки и там за 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 крупные деньги сейчас пытаюсь вспомнить кого на snap fire он постоянно пикает и в паблике и на про сцене тут уже он придумал что такое новое интересное купить новый отравляющий артефакт тоже норм хотя прикольная комбинация вот этот вич был вич блэйда в которой грейжный он дает тебе 5 магических тычек тут fight опять просто вытер их он тебе 5 магических тычек которые работают в гост и створ он становится не физическим и магическим то есть у них будет под 250 где-то может быть под 300 и тычки летят в гост то есть ты в свой же тарел можешь кликать по идее 5 раз то выглядит интересно подкидывай до убил пугну наступил на этого таракана 32 правило 32 минуты 13 ассистов он был 45 по это получат точнее его тиммейтер участвовали помогли ему закончить игру отменить все равно спорта хорошие все были что это за монстр вообще они герой 64000 нанесенного урона за 30 минут подумаешь где там тинкер зевс вообще отдыхают даже рядом не стоят спасибо всем за просмотр пишите комментарии обязательно и повторюсь подпишитесь на нашу группу vk и telegram тоже залетайте в гости всем пока